Совершенно уникальная схема выработки пара паровозами посредством электричества применялась на швейцарских железных дорогах во время Второй мировой войны. На первый взгляд такая конструкция, ввиду малой эффективности по сравнению с электродвигателями, не имеет права на жизнь. Но во время форс-мажорных обстоятельств, в которых оказалась Швейцария после 1942 года, даже невозможное стало возможным. Этому способствовало два основных фактора. Швейцарские железные дороги были электрифицированы одними из самых первых в мире. Но применять повсеместно на железных дорогах электровозы пока что было довольно затруднительно, потому что они как принципиально новый для тех времен вид тяги были не то что несовершенны, а довольно далеки от необходимого уровня развития. А все основные технические резервы были перенаправлены на разработку и изготовление военной техники. Одновременно с этим сохранилось много паровозов в рабочем состоянии, которые использовались для маневров. Следующим обстоятельством, которое подтолкнуло инженеров к созданию электропаровозов, явился дефицит угля, возникший по причине проходящей тогда Второй мировой войны, в которой Швейцария, конечно, не участвовала, но имела проблемы с импортом энергоносителей. В том числе не было нефти и древесины, в то время как электричество, благодаря множеству гидроэлектростанций, имелось предостаточно. За основу для модернизации брались трехосные паровозы-танки серии Е-33, которые не имели тендеров. Всего было переделано два паровоза, под номерами 8521 и 8522. В этих паровозах обычный способ разогрева котла был заменен на подогрев при помощи электрических нагревателей. Одним словом, паровоз стал похожим на кипятильник на колесах. Электрические нагреватели, вмонтированные в жировые трубы котла, подключались через два трансформатора к контактному проводу с напряжением 15000 вольт, через обычный токоприемник, установленный на крыше паровоза. Трансформаторы, находящиеся по бокам от котла, элементы масляной системы охлаждения, которого видны на фото, были необходимы для понижения напряжения поступающего из контактной сети до 20 вольт на каждый нагревательный элемент. Суммарная мощность которых составляла 480 кВт и до 36 вольт на отдельном выводе на выпрямитель для зарядки аккумуляторных батарей, которые использовались в цепях освещения. Также перед каждым трансформатором имелся масляный выключатель для вывода трансформатора из схемы. Более никаких электрических коммутаторов для регулировки напряжения он не имел. Новое электрическое оборудование весило 7 тонн, а полный вес локомотива составлял 42 тонны. Питание котла водой выполняли обычные паровые инжекторы. Для экономии воды на этих паровозах был установлен конденсатор отработанного пара, что позволяло реже заправляться водой. Давление пара при нормальной работе могло доходить до 12 атмосфер, что позволяло дальнейшую работу электропаровоза на участках бесконтактной сети до 20 минут. А для дальнейшей эксплуатации была возможность поддерживать температуру котла с помощью угля. Но все же основным преимуществом перед растопкой паровоза углем из холодного погашенного состояния была скорость его растопки с помощью электрических нагревателей, которая составляла 1 час против 6 на обычном угольном паровозе. Электрооборудование с модернизированных паровозов было снято в 1951 году, а еще позже все паровозы были заменены на тепловозы и электровозы. Для истории был сохранен один из бывших электропаровозов под номером 8522, который находится в музее железнодорожной техники в городе Триенгион. Как всегда, информация для этого ролика была предоставлена сообществом «Уникальные ЖД-фото». Там каждый день уникальнейшие фотографии железнодорожного транспорта. Но думаю, вы и так подписаны и все это знаете. А еще отмечу то, что снято уже целых 10 выпусков фактов. Если вдруг какие-то пропустили, то обязательно посмотрите. Ссылка на плейлист в описании. Текст читал Юрий Ример. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok